привет друзья мои дорогие сегодня хочу вам рассказать о четырех недооцененных метриках для оценки эффективности youtube рекламы те из вас кто крутят видео рекламу для вас этот урок будет невероятно полезен потому что я расскажу вам как же грамотно и правильно оценивать эффективность видео рекламы если вдруг вы этого еще не знаете прежде чем я начну я кратко представлю с тем из вас кто меня еще не знает меня зовут елена червонец я авторизованный партнер яндекс и гугл я фрилансер со стажем уже более 11 лет работаю с контекстной рекламой более 12 лет за это время я наработала больше 20 тысяч часов практики у меня было более 30 успешных проектов с рекламными оборотами выше трех миллионов в месяц я работаю с клиентами из россии сша канада дуба и европы израиля у меня есть все возможные сертификаты по рекламе по аналитике по google так менеджер который себе только можно представить и вообразить я вхожу в топ 100 яндекс экспертов фрилансеров у меня есть подтвержденный статус гуру контекстной рекламы я работаю с такими клиентами как додо пицца сеть мексиканских ресторанов по всей америке оризабос канадские производители окон и дверей эколайн крупнейшая израильская клиника то пыхелов и так далее и я автор статей а пишу для таких известных ресурсов по диджитал маркетингу как ppc world search engines seo news там вы тоже можете найти мои всячески полезные статьи по контекстной рекламе я спикер конференции по маркетингу выступаю с докладами по контекстной рекламе и я автор тренинга о контекстной рекламе властитель ppc средний доход моих выпускников 80 тысяч в месяц и ученики со мной начинают зарабатывать уже через месяц с нуля когда они еще ничего не знают о контексте с нуля они уже начинают зарабатывать свои первые деньги ну а если вы уже эксперт с опытом и вы не можете пробить стеклянный потолок там 60-100 тысяч рублей то вы тоже можете прийти ко мне я научу вас как на контексте можно выйти за рамки доходов 100 тысяч рублей и повысить свой уровень дохода до 200 300 400 и так далее до улетать в космос все это тоже возможно делать на контекстной рекламе и собственно переходя контекстной контентной части да я хочу отметить что очень многие рекламодатели думают да у них складывается такое ложное впечатление о том что видеореклама должна работать ровно так же как компании в поисковой сети но на самом деле большинстве случаев это не так да тоже то же самое касается и кмс контекстной медийной сети google и видеорекламы надо понимать что это совершенно разный формат рекламы и не надо сравнивать ее с поисковой рекламой да то есть не надо ожидать от видеорекламы и пролетает вертолет то есть не надо ожидать от видеорекламы и таких же результатов какие вы видите в поисковой рекламе. То есть надо все-таки делать скидку на особенности, на особенности работы с видеорекламой и на особенности работы в контекстной медийной сети Google. Надеюсь, что меня было слышно, вертолет прямо давно пролетает. Итак, какие же четыре метрики мы должны с вами оценивать? Да что ж такое-то? Еще дурдом. Наверное, готовится к 9 мая. Чудеса. Итак, какие же четыре метрики мы должны с вами оценивать для того, чтобы оценить, насколько реально эффективна наша видеореклама? Первая метрика это процент просмотра видео. То есть это то, что вы должны оценивать в первую очередь. Почему? Потому что очень важно от процента просмотра видео зависит то, насколько действительно ваш ролик цепляет. Потому что в любой видеорекламе что важно? Важно, чтобы ваша видеореклама была интересна и зацепила ваших потенциальных клиентов. И в Google у нас есть потрясающая метрика, потрясающая метрика, которая называется процент просмотра видео. Вот так она выглядит. Вы можете включить ее в колонках. У вас вот здесь есть такой фильтр колонки. Вы можете колонки настроить так, как вам нравится. И здесь вы можете включить вот этот Video Play To. По-русски это будет процент просмотра видео. И, соответственно, вы можете отслеживать, какой процент видео просматривали ваши пользователи. И вы можете оценить, насколько ваше видео вообще их цепляет. И я тут хочу вам рекомендовать размещать самое важное ваше рекламное сообщение, то есть ваш призыв к действию, либо какое-то уникальное торговое предложение в самом начале видео. Потому что вы знаете, что если пользователь просмотрел менее 30 секунд вашего видео, либо он, если ваше видео длится меньше 30 секунд, и он закрыл его раньше, вы ничего не платите за такой просмотр. Вы ничего вообще не платите. Но если вы размещаете ваше важное самое сообщение в самом начале, то человек в любом случае просмотрит это сообщение, даже если он потом пропустит ваш видеоролик. Это же круто. Вы ничего не заплатили, а человек все равно узнал о вашем предложении. Это вообще невероятно круто. И поэтому я всем рекомендую, всем своим клиентам, всем рекламодателям рекомендую всегда размещать вообще все основное и самое главное прямо в первые секунды своего видео, чтобы в любом случае ваше рекламное сообщение дошло до вашего потенциального клиента. И надо понимать, что если вы по статистике смотрите, что, например, ваши пользователи не досматривают до половины вашего видео, или, например, у вас ваше рекламное сообщение начинается с 30% просмотра видео, например, после 30%, а у вас большинство пользователей досматривают только до 25%. Это значит, что большинство даже не видит, что вы там в итоге предлагаете. И вот очень важно, чтобы вы все основное показывали в самой первой части видео и оцениваете, насколько ваш ролик интересен пользователям, оценивая вот эти вот метрики процент просмотра видео. Это очень важная метрика, если мы говорим с вами о видеорекламе. Дальше. Действия на YouTube. Значит, вы должны понимать, что когда показывается наш видеоролик, вместе с этим видеороликом еще показываются всевозможные расширения. На YouTube что это могут быть за расширения? Это баннер, который показывается вместе с YouTube видео. Это призыв к действию, call to action. Это торговые расширения. Если вы рекламируете какой-нибудь интернет-магазин, то вы можете к своей YouTube рекламе добавить еще торговые расширения и вместе с вашим YouTube роликом будет показываться 3-4 товарных позиций из вашего фида. То есть все эти дополнительные расширения тоже могут показываться с вашим роликом и пользователи также могут кликать на все эти расширения. И вы не платите за такие клики. То есть вы платите по факту только один раз за просмотр видео. И если пользователь кликает еще на все эти расширения, то вы за это не платите. И нам тоже очень важно отслеживать, на какие расширения пользователи кликали в рамках просмотра нашего видеоролика. И вот как нам это сделать? Мы это можем просмотреть в статистике по действиям на YouTube. Если мы говорим про английский интерфейс, то это называется earned views, earned likes, заработанные действия. По-русски это так и называется «Действия на YouTube». То есть вы опять же включаете ваши колоночки, нажимаете здесь «Поиск» и по-русски так и пишете «Действия на YouTube». И у вас вот там, если у вас английский интерфейс, как и у меня, то, собственно, вы также ищете earned, заработанные, earned views, earned likes. И что еще у нас, какие еще у нас бывают действия заработанные? Давайте я вам все покажу, все вам покажу сразу. Есть просмотры, да, которые человек просмотрел ваше видео, поставил лайк под вашим видео, сделал репост вашего видео, подписался на ваш канал, добавил ваше видео в плейлист. Это все тоже заработанные действия, да, и вы тоже можете их отслеживать. То есть вы можете прям проставить вот отслеживание вот этих вот метрик у себя в статистике и смотреть, какие еще дополнительные действия были произведены с вашим рекламным видеороликом. И я вам скажу больше. Вы даже можете создать аудиторию вот из этих людей, которые взаимодействовали с вашим видео, и дальше эту аудиторию использовать для списка фри-маркетинга. То есть это очень круто, вы потом можете дальше еще взаимодействовать с этими людьми, которые еще там как-то дополнительно с вашим видеороликом взаимодействовали. То есть почему нет, вы тоже можете добавлять такой функционал в своей рекламной кампании. Третья метрика – это конверсии по показам и конверсии в результате взаимодействий на нескольких устройствах. Надо понимать, что такое конверсии по показам, да. То есть если человек просмотрел ваше видео и потом совершил конверсию, это будет считаться другой конверсией. Это будет называться как раз-таки конверсия по показам. И вот эти конверсии, они не учитываются в общем столбике конверсии. Поэтому мы эту конверсию отслеживаем отдельно. Она у нас так и называется. Если мы говорим про американский интерфейс по-английски, то это будет view through conversions. По-русски это будет конверсии по показам. И то же самое cross-device conversions. Это тоже конверсии cross-device на разных устройствах. И повторюсь, это конверсии отдельные. Они не учитываются у вас в столбике по всем конверсиям. То есть опять же, да, человек посмотрел ваш видеоролик и потом там через пару дней совершил конверсию с какого-нибудь там другого уже устройства, да, это будет view through conversions. Она не учитывается у вас в столбике по конверсиям. Поэтому учитывайте, пожалуйста, их отдельно. И cross-device conversions, да, смотрите, у нас количество просмотров видеороликов с мобильных устройств очень сильно возросло в последнее время. И пользователи часто просматривают ваши видеоролики, например, на своем мобильнике. Их цепляет ваша реклама. И они, например, возвращаются на ваш сайт уже дома с ПК. Да, и вам тоже нужно такие конверсии отслеживать. Вот это как раз-таки и есть cross-device conversions. Обязательно тоже их отслеживайте, тоже настраивайте их вот здесь вот у себя в колоночках. Да, то есть прям ищите конверсии по показам, если это у нас русский интерфейс, да. И cross-device отслеживание, ну или как-то так будет это по-русски, тоже ищем, да. И настраиваем, отслеживаем это в нашей волшебной табличке. В нашей волшебной табличке. Так, сейчас, секундочку, я хотела кое-что, кое-что уточнить. Смотрите, конверсии в результате взаимодействия на нескольких устройствах, они учитываются в столбце все конверсии, да. То есть если конверсия, которая у нас идет, конверсия по показам, она не учитывается в общем столбике по конверсиям, то cross-device конверсия, она учитывается в конверсии, в столбце все конверсии. Поэтому если у вас идет отслеживание столбца все конверсии, тогда у вас туда входят cross-device конверсии. То есть смотрите, чтобы у вас не продублировались эти данные. Но конверсия по показам у вас здесь не учитывается. То есть это уже отдельный тип конверсии, поэтому, пожалуйста, учитывайте эти нюансы, чтобы у вас правильно билась статистика, чтобы вы правильно все это корректно отслеживали. И четвертый отчет, о котором я хотела вам рассказать, это, конечно же, аудитории. Я уже вам рассказала во втором пункте про аудитории, которые вы можете собирать по вот этим заработанным действиям, по действиям, которые пользователи совершали с вашим видео. Но еще в менеджере аудитории у вас есть потрясающая возможность собирать еще дополнительные аудитории. Как это делается? В разделе «Инструменты» у вас есть менеджер аудитории. Ориенс менеджер, если у вас по-английски интерфейс. И вы тут можете создать, смотрите, аудитории пользователей, которые взаимодействовали с вашими YouTube-видео. И вы прям можете, у вас есть несколько вариантов, те, которые пользователи просмотрели любое видео на вашем канале, пользователи, которые просмотрели конкретное видео на вашем канале, пользователи, которые просмотрели ваш рекламный ролик, пользователи, которые посмотрели конкретные рекламные ролики на вашем канале, те, которые подписались на ваш канал, те, которые зашли на ваш канал, те, которым понравилось ваше видео, те, которые добавляли ваше видео в плейлист, и те, которые репостили ваше видео. Это все аудитории, которые вы можете собирать. Но я вам хочу отметить, что довольно часто у вас нет достаточного количества вот этих взаимодействий, то есть вам надо собрать минимум тысячу пользователей, которые как-то взаимодействовали с вашими видео, чтобы эти аудитории работали. Поэтому я вам рекомендую создавать один большой лист всех пользователей, которые как-то взаимодействовали с вашими видео, которые просмотрели любые видео на вашем канале. Дальше вы прям расширяете этот лист на максимально возможное количество дней 540. То есть здесь по умолчанию 30 стоит, вы прям ставьте 540, чтобы у вас прям хватило, да, хватило вашей аудитории. Потому что часто, я повторюсь, да, очень часто у вас просто очень маленькие аудитории, они просто не будут отрабатывать. Поэтому нет никакого смысла сразу изначально дробить вот на тех, кто там полайкал, кто репостнул, еще что-то. Есть смысл сделать одну большую аудиторию тех пользователей, которые взаимодействовали как-то с вашим видео, да, сделать это на все 540 дней. И дальше вы эту аудиторию, которую вы создали, пользователи, которые взаимодействовали с вашими видео, вы добавляете эту аудиторию в режиме наблюдения к вашим поисковым компаниям. И таким образом вы сможете увидеть, что те люди, которые, например, взаимодействовали с вашими видео, у них потом, например, более высокая кликабельность по вашей поисковой рекламе или у них более высокий процент конверсии. То есть вы сможете отслеживать, насколько реально работает ваша видеореклама, да, то есть когда вот мы добавляем такие аудитории в режиме наблюдения, вы потом можете очень круто прям отслеживать, как отрабатывает ваша видеореклама. И это тоже очень хорошая метрика, благодаря которой вы сможете отследить эффективность своей видеорекламы. Надеюсь, что это видео помогло вам понять, что мы недостаточно просто ориентироваться на прямые конверсии, да, нам необходимо оценивать масштабно работу наших видеокомпаний, да, поэтому отслеживайте, пожалуйста, все метрики и принимайте решение об оптимизации рекламных кампаний, отталкиваясь от всех метрик, потому что очень часто я вижу, что мы отталкиваемся только от какой-то одной метрики, там, например, количество прямых конверсий, при этом мы совершенно не учитываем, как видеореклама вообще, в принципе, да, взаимодействует с нашей воронкой продаж, как она влияет на эту воронку продаж, мы не учитываем совершенно ассоциированные конверсии, а это, конечно, очень плохо. И когда мы не имеем всей этой статистики наглядной, да, мы, конечно же, принимаем неверные решения об оптимизации наших рекламных кампаний. Но я очень надеюсь, что этот видеоролик поможет вам теперь грамотно и правильно оптимизировать вашу видеорекламу.